Здравствуйте! Сегодня я расскажу вам о романе Марины Степновой «Женщины Лазаря». Три восхитительных дня, проведенных в чтении этой книги, заставляют меня сказать прямо и без обиняков – эта книга даже лучше сада. Это замечательная книга, в которой нарратив, как ветвистое дерево, на котором усаживаются птицы, персонажи этого романа, ни одна сужу сюжетная линия не брошена, хотя спиральным возвращением от одного к другому очень прихотливо. История любви, прежде всего, и большой нелюбви, как написано на обложке этой книги, это история талантливого, гениального физика и математика Лазаря Линта и женщин в его судьбе. Но это не просто какой-то любовный роман, нелюбовная сага. Это история именно женщин, проходящих через его жизнь. К сожалению, этот роман не получил главной первой премии большой книги, получил только третью. И мне, честно говоря, непонятно, почему Виктор Топоров, в свое время оживший замечательный критик, говоривший о том, что этот роман написан избыточно хорошо, но старомодно, Почему он сказал, что этот текст не вычищен? Потому что Марина Степнова сделала все возможное для того, чтобы текст был написан таким образом, что кажется, что в нем нет ни единого лишнего слова. Это замечательный текст. Как говорил Степнова, она очень долго пишет, это чувствуется. Замечательные сложные метафоры, эпитеты, прилагательные, обилие сложных предложений. Все это не делает синтаксис громоздким. Наоборот, текст, форма этого текста, столь гармоничное его содержание, что кажется, что написалось захлеб. Как и читается тоже. Это глубоко христианский роман, хотя рассуждений о Боге в нем почти нет. И этот роман о любви, о дефиците любви. О том, что люди, не любящие, не любящие, превращаются в чудовищ. На примере Галины Петровны, одной из героинь этого романа. О том, что любовь таких людей, как Маруся или Лидочка, это прежде всего любовь людей, которые выросли либо в безлюбовной среде, либо в среде пропитанной любовью, еще семейной. Это очень теплая книга, согревающая, в которой мы видим, насколько человека может ненависть превратить чудовище в нелюдя, в прагматичного нелюдя. Порой это над этим человеком судьба измывается и ставится все таким образом, что никуда от нее не денешься. В этой книге нет ни одного слова осуждения или даже в адрес советской власти, например, в адрес персонажей. Все на своих местах и всем сочувствуешь, всем сопереживаешь. Топорок говорил, что целевая аудитория этой книги женщины. Я с этим не согласен. Это очень глобальная книга, которая нужна и мужчине тоже. Да, конечно, женская проза очень внимательно относится к быту, внимательно относится к разным мелочам. Это особое фасеточное зрение, которого у мужчины нет. Мужчина, автор, зачастую строит какие-то теории, какие-то конструкции сложные, объясняет что-то философству. Да, женщина всего этого далека. Не потому, что она хуже, а потому, что она другая. И видение ею мира совершенно другое. В этом отношении Степнова почти идеальная писательница. Потому, что она пишет лучше Улицкой, лучше Рубиной, многих других. К сожалению, она сейчас на вторых ролях. И написала она очень мало, именно потому, что пишет очень долго, очень скрупулезно. Это чувствуется. Это замечательный писатель. Когда-то меня спросили, кто из современной русской литературы самый любимый писатель. Теперь я абсолютно уверен в том, что это Маина Степнова. Это удивительно вталантливый человек. Ей всего лишь в 51 год. Женщине Лазаря написано, когда ей было не многим за 40. Удивительно это, поскольку столько мудрости, столько тепла в отношении людей, столько любви в отношении своих героев. Сложное построение нарратива, чисто формальные сложности, безстательно совершенно решенные. Все это, конечно, поражает. Эта книга очень нравится многим. И она выходит тиражами, постоянно допечатывается. Выходят новые обложки, новые издания. И это понятно, почему это настоящий бестселлер. Потому что, не потому что говорил, как говорил Топоров, это высокое чтиво. Нет, это не чтиво. Это очень талантливый, очень глубокий роман о глубинах бытия. Но с женской позиции, с женской точки зрения. На мой взгляд, это, наверное, лучшее книга Степновой. Не знаю, напишет ли она что-то еще лучше. Но сад немногим уступает этой книге. Ее сборник рассказов где-то под Грассета, который я вам рассказывал, когда-то тоже немного уступает. Все-таки Степновый мастер большой формы, а не малый. Это чувствуется. Но при этом это совершенно удивительное произведение. Она гениальна абсолютно. Поэтому я хотел бы вам сказать, что прочитать эту книгу не затягивайте. Она очень заслуживает того, чтобы ее прочитали. Я надеюсь, что вы это сделаете как можно быстрее. Я читал ее в электронном виде. До дыр практически свою электронную книгу за это замучил. Она постоянно разряжалась. Я читал, ну не днями, ночами, но очень долго. Очень много читал. И рад, что прочитал ее так быстро. К сожалению, она закончилась. Это грустно, конечно. Хотелось бы, чтобы эти книги не заканчивались никогда. Потому что они очень-очень талантливые. До свидания.